Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня пустые баночки. Часть вторая. Эйвен, Фаберлик и Арифлейм. Давайте начнем. Конечно же, если вам интересна такая тема, оставайтесь. Обязательно пишите комментарии. Сегодня есть и уходовая косметика, и декоративная косметика, парфюмы, бытовая химия. Первый это притягательный аромат тайны, экзотическая роза и жасмин. Крем-гель для душа. Так вот уберу. Очень люблю, просто обожаю я гели для душа от компании Эйвен. Моя семья тоже любит гели от Эйвен. И у мужчин два в одном, заряд бодрости с нотами янтаря и кедра, шампунь-гель для душа. Как-то я брала их по акции сразу три штуки. У них еще есть тоже в запасиках. Тоже нравится и по аромату им, и по действию. Закончился шампунь детский для волос Эльза Фрозен. Но сейчас мы уже особо не так заказываем. Все-таки уже девочка не такая прям маленькая. И, знаете, она пользуется и шампунями, и гелями для душа, которыми мы пользуемся. Следующий у меня. Закончила сыворотка-спрей для волос. Мгновенное восстановление волос. Комплекс кератина и пантенолом. Сила кератина. Ну уж очень мне нравится эта сыворотка. Она действительно работает. Укрепляет кончики. Не сушит. Нету такого эффекта липкости. Очень хорошо волосы после этого средства расчесываются. Поэтому иногда такое бывает, что вот такие вот брызгалки, сыворотки, масла обязательно, конечно, нужны, чтобы волосы были гладкими и очень легко расчесывались. А с ароматом розового грейпфрута и абрикоса лосьон-спрей для тела. Я вам несколько раз показывала в пустышках. Я не очень люблю, честно скажу, спреи эти. Но я рекомендую обязательно вот именно вот данный аромат. Обязательно попробуйте. Сейчас у меня в использовании есть вербена и зеленый чай. Тоже неплох, но вот этот аромат намного лучше. Действительно пахнет грейпфрутом, таким, знаете, сладостями, нехимическими, очень приятными. Дома пользоваться одно удовольствие. У моего сына закончились тоники. Первый тоник это очищающий для проблемной кожи. И следующий это сокращение пор и блеска. Он у меня активно пользуется такими тониками. Я сама не пользуюсь такими тониками, потому что надобности такой нет. И проблем у меня, конечно же, ну уже это с возрастом. Таких проблем нет. Маска у моего сына закончилась. Это для тоже проблемной кожи. Кстати, очень интересно, ни слова на русском нет. Я сама тоже как-то пробовала пользоваться этой маской. У меня отзыв есть в инстаграм. Не забуду, ссылку оставлю. Там можно перелистать, посмотреть. Я несколько раз тоже так протестировать, чтобы свое мнение рассказать. Отзыв оставляла. А так маской пользовался мой сын. У меня закончились маски. Первое это увлажнение с алоей и огурцом. Маска-пленка для лица. Для всех типов кожи. Кожу не сушат. Кожа после нее такая увлажненная. Действительно приятная на ощупь. Зеленого цвета маска-пленка. Хорошая маска. Маски от Эйвен я очень люблю. Не только от Кэя. Ну и, конечно же, сейчас покажу. Это Планет Спа. Так, антиоксидантная охлаждающая маска. Здесь нету тоже слова на русском. Но здесь бумажку не буду показывать. С удовольствием пользовалась этой маской. Она действительно охлаждает. Маска мне очень-очень понравилась. Охлаждение такое приятное. Успокаивающе. Поэтому тоже рекомендую. И следующие будут у меня, наверное, сейчас покажу парфюмы. Первый это я, как сказать, урвала по акции. Потом даже ради этого парфюма отправляла заказ Эйвен. Это Parisien Chic. Это моя любовь. У меня есть в запасиках. Это, наверное, единственный такой парфюм, который я использовала, не знаю, за сколько, за месяц. Вроде за месяц. Так, коробочка выглядит. Самый красивый флакон. Аромат потрясающий. Больше подходит для холода. Летом я не пользуюсь таким парфюмом. Но есть люди, знаете, даже те, кто пользуется Today летом. Хотя для меня Today это лето однозначно, 100% это не то. Нравится пользоваться. Шипровый. И мне очень нравится шлейф этого аромата. Неудушающий. Пользовалась с удовольствием. И пока запасик свой открывать не буду до осени. У мужа закончился парфюм, который мне приходил за какую-то определенную сумму. Девчонки, я уже не помню, сколько я заплатила. Это Aven Pure. For men. Первый раз у меня муж протестировал. Тестирует, тестирует. И все равно он говорит, заказывай мне Blue. Пока есть в запасиках, будут акции выгодные. Обязательно буду заказывать. Тоже этот аромат такой для теплого времени. Летом можно пользоваться такой свеженький, неудушающий. Он у меня вообще не любит такие ароматы. Я всегда привожу пример, как Elite Gentleman Full Speed. У меня муж такие ароматы вообще не любит. Поэтому для него это нотки, как я люблю апельсина, цветов апельсина, свежие нотки. Поэтому любимчик, как у него, индивидуаль блю голубой. Еще у меня ароматы малышки. Как я говорю, сумочный вариант. Будет Even If Duet Radiant и Sensual. У меня вот такие вот ароматы закончились. Вот такие вот. Очень люблю сторону Radiant. Они вместе потрясающе пахнут. Но отдельно вот этот аромат не мой. Мне не нравятся такие ароматы. Я их сравниваю с Femme, розовый, да, Triselle. Вот такие ароматы, это не мои ароматы. Вместе я пользовалась. А по отдельности люблю, а обожаю Radiant. Он у меня есть в запасиках. Тоже классные ароматы. И у меня была полная версия. Тоже с удовольствием пользовалась. Perceive Sensation, или как это, может я девчонки коверкаю. Ну, аромат как-то называется солнечным, да, который для лета. По названию подходит для лета. Но я скажу, что для лета чуть-чуть слишком такой удушающий аромат. Не скажу, что вау. Я прямо в восторге. Но я рада, что у меня был только 10 мл. А сумочный вариант, еще раз повторяюсь, наверное, бы я для себя не повторила бы полную версию и не повторю. Не понравился мне данный аромат. Что у меня еще в Вейвене? Маска тканевая. Очень мне нравится и рекомендую. Тканевые маски, они действительно очень хорошо работают. Это у меня активное омоложение. Они очень хорошо работают, эти маски. И маска по размерам очень-очень такая неплохая. Единственное, вот это вот место слишком такое узкое, да, потому что вокруг губ тоже охота увлажнить и уход. Вот такая вот маска. Но маски очень достойные, которые действительно работают. Следующий чуть-чуть, Эйвен остался у меня. Вот я говорю, да, что я, это что за карандаш? Ага, Эйвенский карандаш нашла. Что я не показывала пустышки 3 месяца. Это имеется в виду именно Эйвен Фаберлиф, потому что у меня 3 мыла. Обожаю вот эти мыла и рекомендую, рекомендовала и рекомендую. Разные ароматы. Очень нравится зеленый чай и вербены. Наверное, из всех самый любимый. Действительно, надолго остается на руках аромат, например, каждой серии, да, каждый аромат по-своему. Мыло не теряет свою форму, она не превращается в жижу. Вообще, девчонки, очень-очень классное мыло и достойное, конечно же, своей цены. Из декоративки у меня карандаш. Это недавняя новинка Purple Pash. Я вам как-то говорила, что это самый мой любимый, любимый-любимый карандаш. Если есть, сейчас я вам покажу. Остатки. Остатки. Вот такой вот карандаш красивый. Обожаю. Я люблю, люблю яркие цвета на своих глазах. И еще один карандаш у меня закончился. Сейчас тоже сделаю рядышком. Это гелевый карандаш. Тоже идет у меня оттенок сливовый. И давайте я вам покажу рядышком. Вот такой вот карандаш. Все. Вот такие были у меня пустышки от Avon. Сейчас я прервусь, потом все добавлю. Сейчас будем смотреть пустышки Фаберлик. Если вам интересен именно Фаберлик, то оставайтесь, конечно же, со мной. Ну что же, мои дорогие, давайте будем рассматривать пустые баночки компании Фаберлик. Я посмотрев свои пустышки, перебираю их, именно откладываю там Avon, Фаберлик, Арифлейм. Арифлейм у меня чуть-чуть была, немножко в шоке. Посмотрите, первые, конечно же, будут также выставлять большие пустышки. Это пятновыводитель. Эффективно удаляет различные типы пятен для предварительной обработки пятен и усиления стирки. Давайте посмотрим. Три штуки, девчонки. У меня еще есть три штуки новых. Очень мне это нравится средство, потому что действительно она удаляет пятна. Я не скажу, что какой-то прямо страшный там жир уберет, но какие-то различные пятна, которые просто так не убираются, она очень хорошо убирает. Очень хорошо для стирки кухонных полотенец, таких обычных полотенец, да, и добавляю, конечно же, при стирке постельного белья, но и не только. Очень мне нравится, действительно работает. Следующий в пустышках это концентрированные средства для мытья посуды с ароматом яблок. Действительно пахнет яблоками. Наилюбимнейший мой аромат. Обожаю его в восторге. Такой, знаете, нехимический, более приближенный действительно к натуральному. Хоть и концентрированные средства, я не добавляю воды. Я переливаю специальную посуду тоже фаберликовскую и пользуюсь так. Следующий аромат это свежий лайм, который мне не очень понравился по аромату. Но почему-то для меня, знаете, чем пахнет? Вот от моли что-то. Когда добавляют такие ароматизированные химические ароматы, надо бывает тошнотворными. Я больше себе не буду повторять вот этот лайм. Вот здесь действительно присутствует химический аромат. Мне нравится. Следующий тоже повторяю и показываю в пустышках заказок. Это нейтрализатор запаха. Очень хорошо, отлично убирает, справляется с запахами. У меня их две штуки. И в запасике тоже приобрела. Один в использовании. Нейтрализует. Не имеет какого-то, знаете, аромата там фруктового. Да, есть, слышно, когда вот чуть-чуть брызгаете, есть какой-то еле-еле уловимый аромат. А вот следующий вот водный спрей освежителей воздуха. У меня два солнечных ананаса. Очень приятный, тоже приближенный к натуральному, нехимический аромат ананаса. Вот эти действительно оставляют очень-очень приятный аромат в помещении. С удовольствием пользуясь, конечно же, будем обязательно заказывать. Впервые заказала антитабак. Впервые вот три года, больше трех лет я в компании Фаберлик. Ну, не так много, конечно. И впервые я заказала антитабак. Оказывается, такой действительно приятный цветочный аромат. Действительно в восторге будем заказывать. И даже муж сделал комплимент этому аромату, что ему тоже аромат понравился. От дома Фаберлик, конечно же, мыло для кухни. Аромат орхидеи, аромат земляники. Мой самый любимый все-таки это фруктовый аромат яблочный. Для меня, знаете, более такой ярко выраженный, нехимический, действительно, который убирает запахи. Последнее время не вижу в каталогах. Это лаванда и мартель. У меня их три штуки. Это, наверное, самый-самый ярко выраженный аромат. Он приятный такой. И надолго остается на руках. Три штуки, девчонки, я в шоке. И в запасиках оказалось, что больше нет. И в каталогах я не вижу, девочки, этого аромата. Это самое любимое мыло моего мужа. Самый любимый аромат. Так, что еще? Фаберлик. Ага. От дома Фаберлик стоит в сторонке. Это отбеливатель. Очень мне нравится этот отбеливатель. Действительно, очень хорошо отбеливает. У меня железнодорожные рубашки. Они светлые, все белые, голубоватые. И, конечно же, я сразу стираю именно этим отбеливателем. Вообще хорошо все справляется. Так, вот теперь я точно уверена, что я три месяца не снимала. Я не заходила в свои плейлисты, в свои видео. Не смотрела, когда я снимала Фаберлик. Ей вам пустые баночки. Это любимые мои прокладки с неоновым чипом. Видите, их три штуки. Понятно, что три месяца я пропустила. У меня в запасе, как еще есть, три штуки. С удовольствием ими пользуюсь. Отличные. Но в последнее время в заказах начала замечать, что ну уж слишком они хорошими стали, потому что липкий слой клей слишком клеится. На нижнее белье невозможно отдирать. И остается клей. Девчонки, я испортила несколько своих... Хотела сказать название белья, не буду говорить. Испортила женское свое белье. Поэтому если теперь как будто разочарование. Или это партия такая. Мне досталось, что вот этот клей оказался ядерно клейким. Ну и что же, конечно же, гель для интимной гигиены с афродизиаками. Очень мне нравится. Средство густое, экономичное. Очень-очень еле уловимый нейтральный аромат. Отличные средства. Гель для душа. Это лимитированная коллекция новогодняя. Апельсинка. Никакой апельсинки здесь нету. Я люблю. Многие, кто давно меня смотрит. Я люблю апельсин. Я люблю цитрус. Для меня, знаете, чем пахнет? Если вы принимали железо, содержащие таблетки, я очень сильно мучилась анемией. Сорбифер. У этого лекарства был аромат. Запах железа. И вот этот гель для душа пахнет железой. Зубная паста. Сила минералов. Очень мне нравятся тоже зубные пасты. Брала я за балу. Любимейшая сыворотка. Жду-жду я акций. Но почему-то пока акций нету. Стоит 349 рублей. Баллы я толком не накапливаю. Менять на баллы. Сыворотка питательна для всех типов. Внутри открывать не буду. Но аромат потрясающий. Я бы хотела такой себе парфюм. Он надолго остается на волосах. До следующего мытья волос точно держится аромат. Это мне очень нравится. Волосы гладкие, мягкие, очень хорошо расчесываются. Следующая у меня закончилась помада. Это очень редкое явление пустых баночек, когда заканчивается помада. Таких помад уже нет в каталогах. Модельер цвета. И у меня оттенок 44105. Тут уже не сделаешь свотч. Покажу вот так вот. Я обожаю такие цвета. Фуксии. Как еще сказать? Такие нежно-нижно-сиреневые. Отличные помады, девчонки. Я очень сожалею, что нету в каталог данной помады. Тушь. Такая хорошая тушь, девчонки. Удлиняет ресницы. Но слишком. Я не люблю вот эти вот пышные щеточки. Не люблю я. А вот сейчас у меня чернишный тушь. Вот такие щеточки я просто обожаю. Вот такие были пустышки у меня от Faberic. Наверное, сейчас прерваться не буду. Быстренько покажу. У меня совсем мало. Совсем мало от Ariflame. Потому что я уже давно ничего не заказываю. Есть остатки. Остатки и показываю. Это шампунь для тонких волос. Да, очень хороший шампунь. Волосы действительно кажутся попышнее. Но это очень плохо. Они не гладкие. Они вот прямо пушатся. И расчесывать волосы очень тяжело. И этот шампунь... Что я держу его в руках-то? Без бальзама, без маски не работает. Ну, очень тяжело расчесывать волосы. Я сильно мучилась с этим шампунем. Поэтому, наконец-то, рада, что этот шампунь у меня закончился. Еще из этой серии у меня был шампунь увлажняющий. Вот этот шампунь действительно работал превосходно даже без бальзама и маски. Поэтому у меня была маска. Я пользовалась маской. Маской для окрашенных волос. Вот спасалась этой маской. Это оттенок плановая кость Light Ivory. Обожаю. Зря, зря Арифлейм убрал этот тональный крем. Это, наверное, самый лучший. Если покупать по акциям, очень бюджетный, для такого качества тональный крем. Очень хорошо перекрывает все недостатки. Наносится равномерно, не пришивит там. Сейчас я перешла на фарфоровый. Взяла себе еще в запасики. У девчонки, которые мои знакомые, были остатки. И я взяла по 200 рублей. Ну и к нему, конечно же, у меня консилер Light. Самый светлый оттенок. Очень хорошо тоже перекрывает недостатки. Этот консилер можно наслаивать, наслаивать. Ну что же, мои хорошие. Вот такие были пустые баночки. Всем спасибо за внимание. Обязательно пишите комментарии. Всем до новых встреч и всем пока-пока.